Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сегодня будем пересаживать прекрасную орхидейку. Это Льюис Берри. Она в таком вот, на мой взгляд, ужасном субстрате. Здесь чистый торф. Здесь нету даже кусочка коры, и мне очень сложно за ней ухаживать. Хотя, конечно, она у меня так растет уже давно. Приобреталась она летом, цветущей. Очень долго цвела, и я за ней ухаживала именно методом над водой. Когда горшок я вставила в кашпо и подливала буквально по чуть-чуть водички. Прям чуть-чуть-чуть. Всегда смотрела на ее корни. Если корни зелененькие, значит поливать не стоит. Для того, чтобы не было переувлажнения, и орхидея не сгнила. И вот, знаете, смотря на ее грунт, я думаю, что она идеально подойдет для сегодняшней моей посадки. Потому что посадить орхидейку я хочу в чистый мох. Мне кажется, она с легкостью адаптируется, так как ее ужасный субстрат, очень влагоемкий, сменят на идеальный грунт для орхидеи. Я думаю, что многие заметили, что у меня все чаще и чаще появляется вот этот вот пакетик в кадре. И я из него как раз-таки беру мох. И мне многие задают вопрос, Ир, где взять такой мох вообще, откуда он, расскажи поподробнее. Сегодня я как раз решила сочетать ответы на вопросы с очень красивой, воодушевляющей пересадкой. Этот мох Fagnum Eco. Я его попробовала, протестировала, мне очень понравилось. Это именно такая компания, которая делает сфагнум в любых вариантах. Это и прессованные брикеты. Я попробовала уже и протестировала вот такой вот брикетированный мох. Я прям кусочками небольшими отрезаю, замачиваю и использую. Отличный, чистый, без мусора, приятно пахнет именно лесом. Могу посоветовать вам вот такой вот мох. Сейчас в компании есть именно живой мох, который именно продается вот в таких вот пакетиках. Так как этот пакетик у меня уже на исходе, тем более если полностью сажать в мох, то, естественно, мне не хватит. Поэтому ко мне пришел новый пакетик вот такого живого мха. Здесь получается у нас вес полкило. Вот, предназначен здесь все описано и для цветов, для орхидеи. Можно также использовать для рептилий, улиток. Идеально он подойдет, потому что, правда, чистый мох, живой. Естественно, в посадке у орхидеи он прорастает и он потом помогает орхидее, а точнее корневой системе орхидеи, именно быстрее адаптироваться. И если вдруг у орхидеи начнутся какие-то загнивания, проблемы с корнями, живой мох с фагнумом, он самоизлечивает орхидею. Поэтому, конечно, лучше не придумаешь. Так как я уже не первый раз заказываю в компании с фагнум эко, узнали, что я блогер и предоставили мне промокод. Его я сейчас напишу, именно чтобы никто не забыл, не перепутал, как вписывать этот промокод, чтобы все написали правильно. Я пропишу его на экране, также в описании под видео. И промокод будет действовать до 15 ноября на целых 10% скидки. Поэтому вы сможете очень выгодно приобрести как живой мох, так и брикетированный мох для своих любимых орхидеи. И при посадке получить точно такой результат, как у меня. Посмотрите, какие идеальные корни у этих растюшечек. Причем я посадила их, ну, довольно-таки недавно. Многие видели эту посадку, и корни вот уже проросли в керамзит. Но, кстати, в керамзит, смотрите, они неохотно растут. Они все на уровне этого вкусного мха. Так что заказывайте мох, пользуйтесь промокодом. Орхидея, нижний прочерк, Ирина, именно по-английски, пишите правильно, и будет целых 10% скидки до 15 ноября 2022 года. И еще лично от себя я хочу сделать своим зрителям подарок. У меня есть вот такая вот пачечка, полностью заопакованная. Вот, и я подарю одному из своих зрителей. Все очень просто. Нужно сделать репост этого видео, обязательно поставить лайк. Написать комментарий хочу мох, и я выберу просто из комментариев рандомно победителя этого приза. Естественно, победителей выбираю только из подписчиков. Если вы не подписаны на мой канал, вы не сможете получить свой приз. А все остальные условия этого, я не знаю, проще не придумаешь. Отправил видео другу или взял, отправил к себе в соцсети, да, закрепил на страничке. Поставил лайк и написал, собственно, хочу мох. Но обязательно еще пишите, пожалуйста, именно имя, фамилию и город. Чтобы потом, когда мы уже, когда я буду делать розыгрыш, чтобы не нарваться на мошенников. Чтобы я точно знала, что это именно победитель. Потому что если не будет фамилии, имя и города указано, то любой может мне потом взять и написать, да, я победитель. Вот, поэтому это обязательно. Хотя бы имя и город. Вот, и все. И сможете получить вот такой вот классный мох для орхидеи. Его хватит очень-очень надолго вам. Поэтому участвуйте, все очень просто. И выигрывайте. Ну, а я сейчас буду заниматься именно пересадкой орхидейки вот в такой вот красивый бокальчик. Конечно же, жду от орхидейки вот такого вот прекрасного результата, таких же прекрасных корней. Но я думаю, они 100% будут, потому что все орхидеи, которые я сажала в спагнум эко, они именно выдали прекрасные хорошие корни и цветоносы. Даже вот эти вот две малышечки, я в шоке, да, они уже с цветоносиками порадуют своим цветением. Вот, поэтому и эту льюзберри я сейчас также посажу и буду ждать цветоносика. Разворачиваю камеру и в мельчайших подробностях показываю вам всю пересадочку. Хочу вам поближе показать результат. Посмотрите, какая прелесть, какие шикарные корни наросли в амхе сфагнум эко. И цветоносики. Вот такие вот малышки размера 1,7. Вот он, один цветоносик. И вот он еще маленький. Вот он, второй цветоносик. Обе зацветут. К тому же это нереально красивые бабочки. Очень жду их цветения. Ну, а я приступаю к посадке вот этой вот красотки. Любая пересадка начинается с того, что нужно извлечь орхидейку со старого субстрата, со старого стаканчика. Посмотрите, какие корни. Замечательная растюшка. Но это, знаете, путем таких вот усилий и прямо тщательного присмотра за ней, чтобы она не переувлажнилась. Это было очень сложно. Поэтому скорее хочу ее пересадить из этого ужасного субстрата. Так, прожимаю. Вот. И стягиваю горшок. Ни в коем случае не тяните за розетку, потому что можете взять и отломить верхнюю часть. Так, мох тоже тут я прикрывала ей корни, потому что летом начали немного подсыхать. Вот, видно. Поэтому я прикрывала все мхом. Опять же, мох с фагнумом спас орхидейку. Ну, вообще ужас, посмотрите. Конечно, ей сейчас станет намного-намного лучше. Корни будут дышать, потому что мох с фагнумом, он очень хорошо воздухопроницаемый. Так, внутри еще и наш любимый торф-стаканчик, который также очень хорошо впитывает влагу. И чаще всего именно из-за него загнивают орхидеи. Так. Видите, он у меня сухой. Вот поближе покажу. Вот как я минимально поливала орхидейку, что он сухой. Здесь еще и этот пластиковая. Ой, давайте все это убирать. Это все орхидейке не нужно. Здесь много корней. Среди этой пластмасски. Все это нужно аккуратненько снять, чтобы не сломать. Чем меньше мы повредим корни, тем быстрее орхидейка адаптируется к новой посадке. Поэтому всегда нужно прям очень щадяще, аккуратненько все снимать и пересаживать. Вот так. Лучше прям сто раз отрезать вот эту вот пластмасску, чем пытаться стянуть ее как-то цельно. Так, и нам осталось снять сам торф-стаканчик. Вот, смотрите, он сухой. Так, почти все. Так, здесь у орхидейки есть прям малюсенькие-малюсенькие вот эти листочки. Их я убираю. Они здесь не к чему ей, потому что я буду немножечко заглублять, да, чтобы прикрыть те корни, которые находятся гораздо выше этих маленьких листочков. И если их не удалить, они могут начать гнить, перепревать в грунте. Поэтому эти маленькие листики я удаляю. Так, и здесь чуть-чуть вот есть сухих корней. Эти сухие корешочки тоже я аккуратненько убираю. Ну, здесь, кстати, история с тем, что корешочек летом подсох, да, вот сверху. А потом идет вот такой вот хороший здоровый корень. Поэтому я удалять не буду. Пусть орхидейка будет с этим своим корешочком. Ничего страшного не будет. Все. Здесь чуть-чуть сухой корешочек. И все. Все остальное отлично переедет в новый горшочек. Вот так. Замечательная орхидейка с вот такой вот богатой корневой системой. Убираю все, что нам не нужно. И приступаем к идеальной посадке. Ну, первым делом в бокал я добавляю керамзит. Для чего нужен керамзит? Для того, чтобы лишняя влага, она стекала именно на уровень керамзита. И тогда, получается, не будет переувлажнения. Мне нравится именно сажать так. Хотя именно на сайте Sfagnum Eco сажают просто в мох, без всякого дренажного слоя. Все замечательно растет. Но я таким образом перестраховываюсь. Вот. Поэтому добавляю керамзит. Прям таким вот щедрым слоем. Вот так. Теперь я беру свой новый пакетик. Вот так вот он выглядит. Sfagnum Eco. Живой мох. Видите, подходит для растений. Для орхидеи, для рептилий. Также еще улиточку здесь забыли нарисовать. Вот такой вот замечательный мох с живыми макушками. Давайте откроем. И сейчас его протестируем. Пахнет лесом. Здесь его много. Он тоже такой, как немножечко спрессованный. И прямо сейчас полостами буду его доставать. Вот такой вот мох. Немножечко уложу. Вот они живые макушечки. Они потом отлично прорастают в посадке. Чуть-чуть буквально. Теперь беру орхидейку. И мне нужно ей прям в центр. Сделать такой, как комок из мха. Вот таким вот образом. И прям вот в центр. Еще. Надо заполнить пустоту в корешочках. Сильно я не трамбую. Вот таким вот образом. И теперь сверху обкладываю. Обматываю. Вот так. Все очень легко. Нигде я не нажимаю, нигде не давлю, чтобы ничего нигде не хрустело и не сломалось. Когда я сделала вот такой вот, прям, можно сказать, шарик, я вставляю этот шарик в мой бокал. Все. И усаживаю орхидейку. Немного поправляю пальчиками. Усаживаю туда орхидейку. И заполняю пустоту также мхом. Не знаю, я очень люблю работать с мхом. Особенно, когда он чистый, без каких-либо палочек, веточек. Вот такая вот красота получается. Такой мягенький, как облачко. Прикрываю все корни. Потому что скоро отопительный сезон, чтобы они не подсыхали. Вот здесь еще какой образовался воздушный карман. Постараюсь тоже туда. Вот так вот пропихнуть мох. Можно использовать держатель для цветоноса. Возьму держатель для цветоноса и немножечко распределю. Вот так вот мох. Чтобы он там пустоты позаполнял. Хотя если будут небольшие воздушные карманы, это даже еще и лучше. Вот так. Вот красота. Идеально. Еще немножко мха. И посадка завершена. Сильно трамбовать не нужно. Абсолютно не нужно. Он должен дышать. Воздух должен проходить корешочком. Как я уже сказала, если будут небольшие воздушные карманы, это очень хорошо. Вот мы мхом только фиксируем орхидею, чтобы она не болталась. И чтобы ее корни не находились на воздухе, чтобы корни не сохли. Так, проверяю. Такие контрольные уже у меня заполнения. Итак, вот что у меня получилось. Орхидейка в бокале, во мхе, сфагнум эко. Здесь хорошо проглядываются корни. По их цвету я буду следить за поливом. Ну и я уверена, что орхидейке понравится. Она в скором времени выпустит цветонос. Корней у нее и так очень много. На этом я буду заканчивать свое видео. Не забывайте использовать промокод для покупки сфагнум эко. Участвуйте в розыгрыше, чтобы получить упаковку мха для посадки своих орхидей. Всем удачи, всем любви. Всем пока-пока, мои хорошие. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok